Уже на следующей неделе в Одессе можно будет пройти бесплатные экспресс-тесты на коронавирус. Такую услугу предоставит Одесситам Центр борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19 на базе Одесской юридической академии и медицинская клиника при Международном гуманитарном университете. С такой инициативой выступил почетный гражданин Одессы и Одесской области, лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов. Подробности в нашем сюжете. Чтобы остановить распространение коронавируса в Одессе, необходимо, чтобы как можно больше горожан и как можно скорее прошли экспресс-тесты. Выявив тех, кто заражен, можно будет определить круг общения человека и их также обследовать. Таким образом локализуются очаги заражения. Именно с этой целью по инициативе президента Одесской юридической академии Международного гуманитарного университета, почетного гражданина Одессы Сергея Кивалова, на базе вузов в экстренном порядке создали центры борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защитой от пандемии COVID-19, а также уникальную медицинскую клинику. Строят качественно и в ускоренном темпе. Открытие запланировано уже на следующей неделе. Мы подписали договор между Национальным университетом Одесской юридической академии и Международным гуманитарным университетом. И мы объединили все усилия. Усилия связаны с тем, что мы медицинский пункт, который есть в любом высшем учебном заведении, в том числе и в Национальном университете юридической академии, он будет трансформирован в медицинский центр. Для того, чтобы бороться с этим вирусом, нужно, чтобы больше граждан прошли тестирование, чтобы мы выявили. А потом каждого, кого выявится, что он заражен этим вирусом, мы будем расширять этот круг, определять непосредственно с кем он контактировал и их будем обследовать. Только так можно бороться с этим вирусом. И мы сегодня, коллектив Медицинского института Международного гуманитарного университета, берет на себя вот такую ношу для того, чтобы оказать реальную помощь гражданам нашего города, нашей области. Потому что если не мы, то кто? Максимально интенсивно по заданию президента Национального университета Одесской юридической академии и его коллектива сейчас на базе медицинского пункта нашего университета развернут центр противодействия эпидемии, борьбы с коронавирусом и пандемии COVID-19. Непосредственно в данном месте будет построен изолятор, который будет состоять из двух палат. Здесь будут стоять аппараты искусственной вентиляции легких. Закуплено уже соответствующее оборудование, медикаменты. И именно здесь в случае, дай бог, конечно, чтобы этого не произошло, но если сотрудник, студент университета будет подвержен данной инфекции, именно здесь мы в оперативном порядке сможем обеспечить необходимое лечение и изолировать тех людей, которые, не дай бог, подвергнутся данному риску заражения. Пациенты с положительными результатами тестов будут перемещены в отдельное помещение для временной изоляции от окружающих до приезда скорой помощи, которая затем доставит их в инфекционку или в стационар, который будет определен согласно требованиям оказания медицинской помощи. Прием пациентов в клинике будут осуществлять профессиональные специалисты, преподаватели всех медицинских кафедр Международного гуманитарного университета, кандидаты и доктора медицинских наук. Также будут привлечены волонтеры, студенты Одесского медицинского института. Не остался в стороне, ну и весь преподавательский состав, профессоры, кандидаты наук, все студенты уже, в принципе, готовы оказывать свою посильную помощь. Закуплено медицинское оборудование, кислородные баллоны, средства для дезинфекции, а также, само собой, тест-системы для того, чтобы каждый житель Одессы, а также Одесского региона могли при наличии симптоматики, естественно, прийти и тестироваться, и надлежащим образом уже будет производиться сопровождение. Сегодня наш университет, это Национальный университет Одесской юридической академии и Международный гуманитарный университет предприняли беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом. Это и введение соответствующих мероприятий. В двух университетах это и соответствующий карантин. Но самое главное, как уже говорил президент нашего университета, это закупка 10 тысяч тестов, 500 литров соответствующей антисептической жидкости, закупка аппаратов ИВЛа в перспективе, еще дополнительная закупка аппаратов ИВЛа, если будет такая необходимость, медикаментов и многого другого. Сегодня важно создать условия, которые обеспечат безопасность как пациентов, так и персонала. Для этого нужно соблюдать рекомендованные ВОЗ правила. Три зоны, два входа. Все в рамках реализации палат интенсивного лечения, кафедры интенсивной терапии и реанимации Одесского медицинского института МГУ. Все условия для того, чтобы начать полноценную работу в учреждении есть. Мы вот находимся в данный момент в учебном корпусе Международного гуманитарного университета. Здесь были учебные аудитории. Именно на базе этих аудиторий оборудованы соответствующие кабинеты, амбулатория, изоляторы, а также лаборатория. И также будет еще дополнительно организован изолятор. В случае, не дай бог, выявления у кого-то коронавирусной инфекции, этот человек будет изолирован. И в случае необходимости вызвана скорая, и он будет доставлен уже в соответствующую клинику для прохождения дальнейшего лечения. Если, например, наших мощностей не хватит. На базе Центра борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19 одесситы в любое время смогут обратиться на горячую линию колл-центра и получить консультацию врача в онлайн-режиме, а также записаться на прием и пройти полное обследование. Онлайн-запись на конкретное время для каждого посетителя будет осуществляться таким образом, чтобы избежать очередей в клинике. Кроме всего прочего, коллектив Высшего Объединенного Профессионального Технического Училища сферы услуг Одесской урокадемии своими силами отшивает более 200 масок в день, используя материал, закупленный университетом. Борьба с пандемией – вызов для каждого одессита. Пока большинству лучше самоизолироваться и оставаться дома, кто-то обязан взять на себя ответственность и сделать реальный вклад в борьбу с пандемией. Сергей Кивалов призывает всех объединить усилия – вузы, городскую власть, депутатов и представителей бизнеса. Только сообща можно остановить распространение вируса и минимизировать его последствия. Дмитрий Богомолов, Юлия Пального, телеканал «Репортер».